Приветствую всех выживших! В сегодняшнем выпуске Днище Лимбище мы с вами будем говорить о револьвере Корва. Почему именно о нем? Ну, во-первых, у Корва есть своя уникальная механика стрельбы, мне она нравится, и мне вообще нравится все оружие, которое нестандартное, которое такое интересное все. Ну, а во-вторых, все дело в том, что у нас недавно прошло обновление в кроссауте, и этому самому Корва подняли точность и дальность стрельбы, и мне, в принципе, стало интересно, как оружие сейчас себя показывает в рандоме. Так что, присядьте поудобнее, мы начинаем. Погнали! Днище Лимбище На самом деле, Корва это первый ствол, на который я снял негативный обзор, и мне как-то этот факт так отложился в голове, и поэтому я вот решил сейчас посмотреть после нескольких его апов, насколько оружие улучшилось. Я, если честно, поиграл еще до обновы, ну и сейчас играю уже после обновы, соответственно, у меня уже есть какое-то свое мнение об этом, но, как всегда, все в этой рубрике решаете только вы. Ну что ж, начнем, пожалуй, с пунктов за имбищу. Здесь у Корва есть свои преимущества перед остальным оружием. Во-первых, это геймплей. Уникальность механики Корва вам дает возможность хоть как-то развлечься в кроссауте. То есть, если вам надоело однообразное скучное оружие, пулеметы, пушки, вы можете просто пересесть на револьверы и почувствовать разницу, хотя бы как-то разнообразить свой геймплей. В этом Корва выглядит победителем. И еще одна фишка, которая мне нравится в Корва, это его разброс. Точнее, отсутствие разброса вообще. Если, например, вы попробуете где-то у себя там в ангаре пострелять по цели, которая там стоит статично и не двигается, то вы заметите, что все пули, которые вы выпустили с этих эвольверов, они летят точно в цель. Вне зависимости от того, по одному патрону вы стреляете или просто разряжаете сразу весь барабан, все пули летят точно в перекрестие. Это прикольно. Например, даже если сравнить с теми же пулеметами, вы заметите большую разницу. Потому что примерно вот похожего эффекта можно добиться, лишь стреляя таким жестким прокликом. Здесь же вам пофигу. Вы просто зажимаете, стреляете и все летит точно туда, куда вы хотите. То есть вот это оружие будет просто идеально подходить для снайперов, для тех, кто придрочился в игре попадать точно в цель. Еще одна плюшка корова заключается в том, что вы можете контролировать урон с одного барабана. То есть, например, если вы играете на пушках, вы один раз выстрелили, куда-то там попали и урон нанесся по этой области. То есть здесь у вас есть выбор. Вы можете половину барабана выстрелить в одну деталь, половину барабана в другую. Или там отстреливать, допустим, пулеметы. Те же намного проще с корова, потому что вы можете по каждому пулемету стрелять сколько вам нужно раз. Если объединить хорошую точность корова, отсутствие разброса, возможность распределения урона по разным областям крафта противника, ну, соответственно, ваши прямые руки, то вы можете получить отличный агрегат для нагиба. Но, опять же, повторяю, здесь нужен все-таки скилл. Без скилла здесь делать просто нечего. Давайте теперь поговорим о том, почему нельзя назвать корова имбищей. Во-первых, они очень хлипкие. Они пиздец какие хлипкие. В рандоме сдувают коровы просто, я не знаю, с одного выстрела пушки могут спокойно снести все коровы вообще без напряга. Это огромный минус, потому что вы не сможете тупо чувствовать себя каким-то жестким нагибутером, пойти одним против там двух противников, отстрелить им оружие и сказать, какой вы крутой чувачок. На самом деле, такого не будет, потому что если вы пойдете один, то противники тупо, короче, отстрелят все ваше оружие. Вы даже не успеете ничего толком сделать. Это прискорбно, товарищи. Из-за этого вам нужно всегда держаться своей командой и быть таким вспомогательным оружием, таким чувачком, который сидит за спинами жирных крафтов и отстреливает оружие противника. Возможно, кому-то такой геймплей может не понравиться, но как бы здесь уже нет выхода. И еще вам надо очень хорошо знать карты, чтобы успешно играть на револьверах, потому что если вы не будете этого делать и не будете прятаться за укрытиями, в то время, когда ваши коровы будут перезаряжаться, то можете считать, что вам пиздец настанет. Но это стопудово, это 70% случаев по-любому вас расхерачат, если вы не будете прятаться за укрытиями во время перезарядки револьвера. Кстати, о перезарядке. Она такая себе довольно долгая, поэтому, чтобы хоть как-то уменьшить время, я вам советую в любом случае ставить либо исполин, либо четкий, либо еще там есть третий движок, который во время движения помогает вам увеличить скорость охлаждения оружия. Ну, хоть что-то вот из этого всего вам придется ставить на крафт, чтобы коровы перезаряжались быстрее. Обычно, если вы играете с коровы, то это три оружия, установленных на крафте. Но даже этого не хватит, чтобы, например, за один залп, опустошив все барабаны с трех корова, сбить, скажем, один толстяк. Это может стать фатальной ошибкой, если вы остались один на один с довольно быстрым пушкарем, у которого есть два толстяка, пытаетесь как-то ему противодействовать, но вы просто тупо не сможете отстрелить хотя бы одну ему пушку за один залп. На самом-то деле, коровы это не топовое оружие по урону, в кроссауте есть все те же пушки, которые намного лучше себя показывают благодаря сплэшу. Основное достоинство коровы в том, что оно может точно отстреливать либо колеса, либо оружие. И для этого как раз урона ему почти всегда хватает. Вот в этом его основная плюшка и основная фишка, но, к сожалению, у него нет возможности разносить крафты ваншотами. Ну что ж, друзья, наш третий выпуск Днище Лимбище подходит к концу. Я прошу вас отмотать это видео назад и проголосовать всех тех, кто еще не успел это сделать. Ну а с вами был канал Шара Геймс. Не забывайте ставить лайки, если понравился видос. Если видос не зашел, можете ставить дизлайки, это ваше дело. Пишите в комментариях все, что вы думаете о Корвану и вообще о кроссауте, о разных оружиях. Может быть, у вас есть какие-то идеи для следующих видосов и вы что-то свое такое особенное хотите там увидеть. Ну а я, походу, как всегда, затянул с прощанием. Поэтому до новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok